Джентльмены, фильм Джентльмены, Англ, The Gentleman – криминальная комедия режиссера Гая Ричи по собственному сценарию. Главные роли в фильме исполняют Чарли Ханнем, Генри Голдинг, Мишель Докери, Колин Фаррелл, Хью Грант и Мэтью МакКонахи. Премьера фильма состоялась 3 декабря 2019 года в Лондоне в здании Кирзон Мейфер Синма. В России фильм вышел 13 февраля 2020 года. Сюжет Майкл, Микки, Пирсон, Мэтью МакКонахи, пьет пиво в принадлежащем ему лондонском пабе. Внезапно за его спиной вырастает фигура с пистолетом, звучит выстрел, и кровавые брызги эффектно растворяются в бокале. Дальнейшие действия фильма повествуют о предшествовавших этому событиях. Редактор таблоида Daily Print Большой Дэйв нанимает частного детектива Флетчера, Хью Грант, чтобы расследовать связь лорда Прессфилда, члена королевской семьи, когда-то, четвертого в очереди на трон, с американцем Микки Персоном, крупнейшим лондонским наркоторговцем. Однажды на светском приеме Микки демонстративно проигнорировал протянутую руку Большого Дэйва, чем практически уничтожил его в глазах представителей истеблишмента. Разгневанный издатель готов заплатить за компромат 150 тысяч фунтов. В то же время, сознавая, что, шантажируя Пирсона, можно получить гораздо большую сумму, Флетчер приходит к правой руке Микки, Реймонду, Чарли Ханнем, и предлагает купить собранное им по заказу Большого Дэйва-досье, за 20 миллионов британских фунтов стерлингов. Он приносит с собой презентацию собранных материалов, издевательски оформленную как некий условный киносценарий. Последующий рассказ отчасти ведется от лица Флетчера, зачитывающего фрагменты своего «сценария». Майкл Пирсон родился в США в небогатой семье. Стремясь выбиться в люди, он сумел получить стипендию и поступить в Оксфордский университет, где со временем занялся распространением марихуаны среди студентов-мажоров. Микки принципиально игнорировал тяжелые наркотики, ограничившись травкой, но ее рынок подмял под себя практически полностью. Со временем, расширяя свой преступный бизнес, Пирсон столкнулся с характерной особенностью британского земельного законодательства, собственник не вправе запретить проникновение посторонних на свою землю, соответственно, необходимые плантации конопли практически невозможно укрыть от любопытствующих глаз. Изобретательному американцу удалось разработать элегантную схему укрытия своего производства, фермы для выращивания, травки, он постепенно открывал в подземных теплицах, пользуясь землями родовых поместья обедневших английских аристократов, которых начинал щедро спонсировать. Со многими из них у него сложились приятельские отношения, зачастую Микки помогал, своим, лордам, пользуясь статусом и деньгами. С возрастом Пирсон начинает задумываться о том, чтобы уйти на покой, а заодно, накануне обсуждаемой законодателями легализации марихуаны, уступить свою наркоимперию человеку с безупречной репутацией, поскольку репутация самого Микки для легального бизнеса непригодна. Он планирует продать производство американскому миллиардеру еврейского происхождения Мэтью Бергеру за 400 миллионов британских фунтов стерлингов, сосредоточиться на семье и завести детей со своей женой Розалиндой, Мишель Докери. Внезапный интерес к бизнесу Майкла проявляет китайский криминальный авторитет по прозвищу Сухой Глаз, Генри Голдинг. Зная, что Розалинда, владелица автосервиса, он привозит ей в подарок контейнер автозапчастей в обмен на аудиенцию у ее мужа. По просьбе жены Майкл соглашается на встречу, однако категорически пресекает все попытки Сухого Глаза начать переговоры на тему продажи своего дела китайцам. Практически сразу после переговоров компания юных рэперов, бойцов ММА, называющая себя «карапузами», совершает налет на лабораторию Пирсона. Отлично тренированные парни снимают свою драку с охранниками на видео и загружают ролик в интернет. Наставник ребят, также известный как тренер, Колин Фаррелл, который посвятил жизнь перевоспитанию проблемной молодежи с улиц, разъяренной глупостью и самонадеянностью учеников, приезжает к Рэймонду и берет на себя всю ответственность за их акцию. Он предлагает Рэймонду помощь, свою и своих учеников, в качестве отработки долга за ограбленную ферму. Налет дорого обошелся Пирсону, ферму пришлось закрыть, и сделка с потенциальным покупателем едва не сорвалась. Майкл и Рэймонд уверены, что за ограблением стоит обиженный отказом Сухой Глаз, так как наводку на ферму «карапузам» дал китай в снах. Они угрожают боссу Сухого Глаза, китайскому наркобарону Лорду Джорджу, и сжигают его лабораторию по производству героина. Лорд Джордж, как оказалось, ничего не знавший о планах своего подручного, впадает в ярость и требует от Сухого Глаза прекратить самодеятельность. Однако Сухой Глаз в ответ на это убивает своего босса и сам становится главарем китайской группировки. Параллельно разворачивается история Лоры Прессфилд, дочери того самого Лорда, одного из покрывающих бизнес Микки, связи с которым расследовал Флетчер. Девушка, будучи певицей, влюбилась в поп-идола и, поддавшись его влиянию, поцелана героин и ушла из дома. Убитые горем родители просят Микки вернуть дочь домой, и тот соглашается, поручая дело Рэймонду. Рэймонд после недолгих уговоров забирает девушку из наркопритона, однако в ходе операции разворачивается драка, и один из друзей Лоры, наркоман по имени Аслан, выпадает из окна. Именно эту историю планирует раскрутить Большой Дэйв. Несмотря на то, что Лора вернулась к родителям, она вскоре умирает от передозировки наркотиков. Тем не менее гвоздем, сценария, Флетчера оказывается не история прессфилдов, а куда более интересная информация. В ходе слежки он выясняет, что сухой глаз был знаком с Бергером и, как оказалось, сговорился с ним. Пытаясь сбить цену продажи, Бергер рассказал сухому глазу о расположении одной из ферм Микки, на которую его водили на экскурсию. Организованный сухим глазом налет должен был нанести урон бизнесу Пирсона и снизить стоимость сделки. Поскольку сведения Флетчера подтвердили подозрения Пирсона о связи между сухим глазом и Бергером, Микки и Рэймонд начинают готовить ответный удар. Повторяется начальная сцена фильма «Покушение на Майкла в кафе». Оказывается, он остался жив, нападавшего вовремя заметил и устранил Рэймонд. Так как Розалинда внезапно повесила трубку и не отвечала на звонки, Майкл понял, что к ней также наведались люди сухого глаза. Розалинда пытается дать отпор бандитам, однако в ее пистолете заканчиваются патроны. Успев в последний момент, Майкл спасает жену и убивает сухого глаза. Рэймонд заказывает ученикам тренера похищение Большого Дэйва. Скандального редактора накачивают наркотиками и виагрой и запускают в загон со свиньями, после чего наутро угрожают опубликовать мерзкое зоофильское видео, если тот не прекратит «копать» под Микки Пирсона. Пирсон и Бергер, назначив рандеву на рыбном рынке, возобновляют переговоры. Мэтью с притворным сочувствием подсчитывает вслух, сколько потерял в стоимости бизнес Микки в результате последних событий, и заявляет, что теперь готов был бы купить его только за 130 миллионов, а не за 400. Однако в ответ Пирсон раскрывает истинные планы Бергера и предъявляет несостоявшемуся покупателю три встречных требования. Во-первых, бизнес останется у Микки. Во-вторых, Бергер должен компенсировать ему те самые 270 миллионов британских фунтов стерлингов, на которые тот подешевел в результате провокации Бергера и сухого глаза. В-третьих, Бергер должен отрезать у себя фунт плоти в качестве компенсации за нападение на жену Майкла. Флетчер снова навещает Реймонда в надежде получить свою оплату. Однако оказывается, что Реймонд все это время вел за ним слежку, а оба тайника с его компроматом, оригинал и копия, который Флетчер рассчитывал использовать как страховку, были найдены при помощи ребят-тренера. Всерьез испугавшись, Флетчер раскрывает еще один секрет, за неудавшимся покушением на Пирсона стоят вовсе не Бергер и сухой глаз, а русский олигарх Аслан, чей сын Аслан-младший выпал с балкона квартиры байфренда Лоры Прессфилд по вине людей Пирсона. Флетчер самолично передал ему всю информацию о виновниках гибели его сына, рассчитывая получить одновременно и 20 миллионов от Мики, 150 тысяч от Большого Дэйва и гонорар от русских. В это время на Реймонда совершается очередное нападение, однако бандитов уничтожает тренер. Пытаясь предупредить Мики, Рей опаздывает, босс уже сел в машину, в которой оказалась ловушка, русские бандиты. Неожиданно путь машины преграждают бойцы тренера, которые желают, решить проблему тренера, полностью закрыв их глупый должок перед Персоном. Заметив неладное, Майкл падает под сиденье и укрывается от пуль. Карапузы, в упор расстреливают машину Пирсона, ликвидируя людей Аслана-старшего. Позже Флетчер, в суматохе сумевший сбежать, обращается с идеей создания фильма к кинокомпании Мирамакс Филмс. После разговора он садится в такси, но за рулем сидит Реймонд. Узнав о поимке Флетчера, Пирсон и Розалинда празднуют победу своей наркоимперии. В ролях Производство В мае 2018 года было объявлено о том, что Гай Ричи напишет и срежиссирует фильм, который по своему духу будет соответствовать ранним фильмам Ричи, «Карты», «Деньги», «Два ствола» и «Большой куш». О проекте было рассказано на Каннском кинофестивале 2018 года, где Мирамакс приобрела права на распространение фильма. Ожидалось, что съемки фильма начнутся в октябре. В октябре Мэтью Макконахи, Кейт Бэкинсилл, Генри Голдинг и Хью Грант проходили пробы на роли в фильме, Джереми Стронг, Джейсон Вонг и Колин Фаррелл присоединились к актерскому составу фильма в ноябре. Мишель Докери также присоединилась к актерскому составу фильма, заменив собой Бэкинсилл. В декабре 2018 года Лайн Рени присоединилась к актерскому составу фильма. «Для меня, джентльмены, это возвращение к корням спустя 20 лет. Мы собрали хороший актерский состав. Мы просто спросили людей, и они согласились. Все хотели сделать это. Мне не пришлось ничего им объяснять, они сразу уловили суть. Ричи задумал, джентльменов, почти 10 лет назад, уточнить. История предоставила ему возможность исследовать культурные различия между Великобританией и США. Одно время он планировал создать телесериал, однако в конечном итоге вернулся к изначальной идее снять полнометражный фильм. Его рабочее название «Тофев Гайс», «Сангл», «Богатеи», отсылка к британскому сленгу, описывающему аристократов, которые упиваются своим величием. У Гая достаточно особый язык повествования, в нем чувствуется мелодика и какая-то чувственность, присущая театральным постановкам. Такое ощущение, что ты играешь в спектакле по пьесе Оскара Уайльда или Наэлла Кауарда. Это витает в воздухе. Как только нам удавалось уловить это витавшее настроение, работать становилось легко и весело. Каждый день час или два уходила на переписывание сценария, это еще одна особенность работы с Гаем. Он не возражал, когда я предлагал какие-то театральные решения, и поощрял импровизации. Это был поистине творческий процесс. Особый стиль работы Ричи также включал уникальные читки сценария, которые он называет «Черный ящик». Обычно во время читок все актеры собираются за круглым столом. Но Ричи и его группа снимали актеров на любительскую камеру в течение 12-часовой смены. «Мы получали полное представление о будущей картине», — умещая три предстоящих месяца съемочного периода в один день, — объяснил один из продюсеров ленты, — «фактически мы получали фильм еще до того, как приступали к съемкам». По словам Мэтью Макконахи, это действо напоминало финальный прогон в театре. Дизайном костюмов занимался Майкл Уилкинсон, с которым Ричи ранее работал на съемках картины «Аладдин». Съемки Съемочный период фильма начался в ноябре 2018 года. В числе съемочных мест числится Уэст Лондон Филм Студиос. Релиз В феврале 2019 года компания STX Entertainment приобрела права на дистрибуцию фильма. Премьера фильма на территории США состоялась 24 января 2020 года, тогда как в России — 13 февраля 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции и закрытия кинотеатров по всему миру релиз фильма в онлайн-сервисах состоялся 24 марта 2020 года, на две недели раньше запланированной даты. Маркетинг Первый локализованный трейлер фильма был опубликован в сети 31 октября 2019 года, 2 — 23 января 2020 года. Критика Отзывы о фильме преимущественно положительные. На сайте Rotten Tomatoes у картины 75% свежести, основанные на 260 рецензиях. Forbes — новый фильм Гайя Ричи обещает стать одним из главных событий 2020 года. Газета «Ру», джентльмены, пожалуй, удачнее всего заходят на территорию «большого куша» и «карт», денег и двух стволов». Кинорепортер — упор сделан на колоритных персонажей, сочные диалоги и драйвовый саундтрек. «Искир» — лучший фильм Гайя Ричи за много лет. Киноафиша «Джентльмены» — зрелый ироничный фильм с солидным актерским составом, обращенный к тем, кто годы назад полюбил «Карты», «Деньги», «Два ствола», «Большой куш», а также фильмы Тарантино и «Братьев Коэнов». В декабре 2020 года, киномейл.ру, назвал фильм «Джентльмены» лучшим фильмом 2020 года, по мнению посетителей портала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова